Почему-то не на шутку увлеклась я птицей-уткой. Спросишь, что я в ней нашла? То, что даже не ждала. До какого же предела доведет природа дело? Каждый селезень – модель. Выделится – самоцель. Вот, к примеру, мандаринка. Что еще изобретать? Все возможные оттенки удалось самцу собрать. Но другие не горюют. А эскизы все молюют. Конкурс селезней идет. А кого ж победа ждет? У самца очковой гаги хватит силы и отваги. В ожидании скорой славы обзавелся балаклавой. У хохлатой русской вид старинный, прусский. И примила есть парик. Он к нему давно привык. А у гаги гребенушки чепча голубой на ушках. Яркий гребень на носу. Где такую взять красу? Вот, чирок лактун неспешно, чуть свою подправил внешность, яркость где-то подкрутил и в просмотрах победил. Суперселезень – вот звание нашего соревнования. В бой гребенчатые утки заступают в эти сутки. В чем же прелести пернатых масти черно-белой? Есть у них на клюве шишка, словно лист пределом. Листик может опадать или наполняться. Он похож на спецсигнал или сигнализацию. Эта гребень набухает в основном в сезон дождей, когда в воздухе витают разговоры про детей. Но давайте по порядку. Как наш шелезень одет? Голова его в пунктирах. Белый лег на черный цвет. Снизу шея, грудь, полбрюха в чисто белой краске. В темном линии проходят, словно две завязки. Остальное в черном цвете. Тут и там видны отцветы. То лазурь, то бирюза, пурпур, бронза бьют в глаза. Сам китон коричневый, меньше белизны. Да и гребни птицы вроде не нужны. Место обитания тропики с болотами, с реками, озерами, только плесноводными. Надо, чтобы деревья кое-где стояли, чтобы наши утки ночью отдыхали. С уткой тесно связана Африка и Азия. Южная Америка выдала ей метрику. В птице есть оседлые и кочевников полно, что за много километров ищут сытное зерно. Во внебрачные сезоны стайные у птиц законы. 30-40 уток в стае, однополые составы. Распорядок дня такой, утро-вечер за едой. В остальное время стая на деревьях отдыхает. А в питании уток в основном растения, семена и травы, никакой отравы. Мелководья топчут, по воде плывут, где-то рыбку схватят, царанчу сожрут. В Африке сезона 2, то ли дождь, то ли жара. И от этого зависят местных птичек, детвора. Если сухо, нет воды и не хочет дождик лить, наши утки тоже могут размножение отложить. В Африке заведено, дождь приносит в мир детей. Где вода, там много корма. Здесь своя уток норма. В птичьем стане оживление, на подъеме настроение. Набухает гребешок, наш таинственный листок. Это самочкам сигнал, звездный час для них настал. Шансы есть попасть в горе, жизнь устроить без проблем. Полигамные селезни, самок надо 2-4, но всегда есть главное, что командует в квартире. Именно она следит за гнезда порядком. Остальные яйца лишь принесут для кладки. Гнезда строят в дуплах, высоко на дереве. Могут старые занять, аистом проверенные. Могут и в пенек залезть, трещину найти. И в конце концов траву, яйца нанести. Больше 10 яиц входят в эту кладку. А встречались 50, правда, не в порядке. Основная самка на гнезде одна. Разве ей укажешь? Главная жена. А вот воспитанием заняты все вместе. Лишь самец в дозоре, в драке и на месте. У самца есть позы, гнева и угрозы. Если непонятно, атакует внятно. Птенчики спускаются вниз уж через сутки, прыгая бесстрашно с одобрения утки. Следует послушно все на водоем. Через пару месяцев на крыло встаем. В мире птиц одни из первых поочарований это уточки простые с разными названиями. Их так много в нашем мире, и они все разные. Участвуем немного, мы к утилам и празднуем. Субтитры сделал DimaTorzok